Детская библиотека отметила юбилей 65 лет назад. Она впервые распахнула двери перед юными читателями. Месячник правовых знаний и уроки толерантности. Лабинские школьники. За общество без дискриминации. Центральная детская библиотека имени Пушкина отметила 65-летний юбилей. Торжественное мероприятие прошло в Центре творчества. Об этом в событии расскажет Татьяна Щукина. Ей слово. Коллектив детской библиотеки творчески подошел даже к тому, как пригласить гостей на мероприятие, посвященное юбилею. Вот такие золоченые книги с портрета молодого Пушкина получили руководители лабинских учреждений и организаций. Празднование 65-летия прошло в большой компании представителей районной и городской администрации, общественных организаций, ветеранов библиотечного дела, друзей учреждений и главных героев праздника – детей. Ведь именно для того, чтобы лабинские ребятишки выросли умными, мыслящими, разносторонне развитыми и работает библиотека. Я чаще беру сборные каких-нибудь сказок, чтобы почитать. Обычно, чаще всего беру на каникулах. Например, христианинские или просто веселые какие-нибудь. Иван-царевич или... Короче, многое я уже перечитал. Книг и сказок. Библиотечные я беру какими-то прям прожучку или каштанку и другие рассказы или о животных каких-нибудь. И буратину брала. Я хожу на каникулах в библиотеку и беру чаще всего Носова и Пушкина. В день юбилея принято подводить итоги. О том, с какими результатами подошло учреждение к 65-летию, рассказывает заместитель директора по работе с детьми централизованной библиотечной системы Елена Ионина. Библиотека действует на протяжении 65 лет. Никаких сбоев у нас не бывает. Даже во время ремонта, который длился два года, мы обслуживали наших читателей, проводили массовые мероприятия. Ну а на сегодняшний день у нас 5000 читателей библиотеки. Фонд составляет 42 тысячи экземпляров, книг, брошюр, журналов, газет. Посещают нашу библиотеку более 100 тысяч читателей в год. Много добрых слов прозвучало в этот день со сцены. Прежде всего, коллектив библиотеки поздравили заместитель главы Лобинского городского поселения Александр Семиряков и главный специалист управления культуры администрации района Елена Краснова. Позвольте передать слова поздравления и благодарности за вашу работу от лица главы города Лобинска Алексея Николаевича Матышенко. Уважаемые друзья, позвольте вас поздравить. Конечно же, пожелаю вам долгих-долгих творческих лет, здоровья и счастья, побольше любых читателей. Спасибо большое вам, потому что нам есть чем гордиться. От лица депутатов Совета Лобинского городского поселения юбиляров поздравил директор Музея Истории и Краевского. От всей души, от своих коллег, из депутатского корпуса Совета Лобинского городского поселения, от молодых депутатов Лобинского района, а также от коллектива Музея поздравляю вас с большим и знаковым юбилеем вашей истории. Действительно, он большой и знаковый. Вы на самом деле ведете большую работу просветительскую, духовно-нравственную, патриотическую в области воспитания нашего подрастающего поколения, юных лобинцев. И как здорово, что вы эту работу ведете в том здании, которое исторически предназначалось для этих целей. Гости пришли на праздник с подарками. Притом все они оказались очень полезными для учреждения. Сборник книг современных авторов, подписка на журналы, бюст Александра Сергеевича Пушкина и даже купольный театр. Вы сейчас ничего не слышите? Вот в этой коробке кто-то шуршит. Не слышно? А посмотрите, кто просится в детскую библиотеку. Лисичка. Ты будешь вам помогать? Конечно, буду. Пожалуйста, возьмите меня в театр. В течение всего праздника на сцене присутствовали дети самого разного возраста. Маленькие артисты демонстрировали свои таланты, пели, танцевали, рассказывали стихи, участвовали в сценках. Все они юные читатели. Среди них самая активная Виктория Куликова. Я люблю ходить в библиотеку, потому что мне нравится очень читать книги. Мои самые любимые книги, например, такие. Про Незнайку я люблю читать. Самая моя любимая книжка. И он написал Носов. Я хожу в библиотеку каждую неделю. И еще я всегда, когда хожу, я вовремя сдаю. Особую, добрую, домашнюю атмосферу в библиотеке создают сотрудники. Выполняя свою ежедневную работу, они оказывают детям необходимую помощь. Являются своеобразными проводниками в мир знаний. Многие работают в учреждении долгие годы и ни разу не пожалели о выборе профессии. Я педагог по образованию. Я стремилась работать с детьми. Но так вышло, что не сложилось в судьбе. Пойти работать в школу. Случайно, совершенно зашла в детскую библиотеку. И осталась там. И теперь уже 15 лет я здесь сотрудничаю с детьми. Очень нравится. Приходят такие разные, такие своеобразные. Считаю, что для женщины это самая лучшая работа. Я сегодня бы хотела сказать о нашем коллективе. Мы очень все разные, но мы настолько гармонично дополняем друг друга, что нам вместе комфортно. И я хочу пожелать именно своему коллективу, всем женщинам крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья. И, конечно, успехов в работе. В конце года принято закрывать старые долги. Лобинские энергетики дают такую возможность всем потребителям, которые имеют незавершенные договоры на технологическое присоединение к электрическим сетям. Как завершить процедуру в рамках закона, избежав судебных исков и прочих неприятностей? Об этом мы расскажем в нашем сюжете. Незавершенным договором технического присоединения считается, если одна из сторон не выполнила свои обязательства. Заключая соглашение, его участники берут определенные обязательства. Энергетики строят сети, а потребитель производит оплату, устанавливает прибор учета в точке подключения и приходит в Центр обслуживания потребителей для подписания завершающих документов. Нередки случаи, когда сетевая компания свои обязательства выполняет, а потребитель нарушает договорные обязательства. Бывает так, что, получая тех условия, клиенты прерывают всякие контакты с энергетиками. При этом факт, подключился ли потребитель к электрическим сетям или ему больше не нужна заявленная мощность, остается под вопросом. Энергетики подчеркивают, чтобы завершить процедуру технологического присоединения, необходимо подписать три документа. Это акт о выполнении технических условий, акт о технологическом присоединении и акт о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. Если этих трех документов нет, договор технологического присоединения не исполнен. Это может привести к судебным тяжбам по исполнению или расторжению договора в принудительном порядке. К тому же придется возмещать сетевую организацию судебные расходы по делу. Чтобы этого избежать, процедуру тех присоединения необходимо завершить. Если у потребителя имеется на руках договор о технологическом присоединении и не выполнены мероприятия с его стороны, то у него есть два варианта. Первый вариант. Если мощность актуальна и востребована, то он выполняет технические мероприятия под техническим условием, подает заявление в центр обслуживания клиентов, и после чего приезжают специалисты ПАО Кубань Энерго и выдают ему все необходимые документы для подключения. И второй вариант. Если мощность не актуальна и не востребована, он подает в свободной форме заявление на расторжение договора в досудебном порядке. Энергетики поясняют, что расторжение договора вовсе не означает, что впоследствии вы не будете иметь право на подключение к электрическим сетям. В любой момент вы можете подать заявление и получить новые технические условия. По вопросам тех присоединения можно обратиться в Центр обслуживания потребителей по адресу город Лобинск, улица Мира, 334, или в пункты приема обращения потребителей в городе Курганецк, улица Островского, 93А, в поселке Мостовский, улица Мира, промзона. Лобинских школьников учат толерантности. В районе проходит месячник правовых знаний, приуроченный годовщине подписания конвенции по правам ребенка. В его рамках в третьей школе состоялось внеклассное мероприятие под названием «Общество без дискриминации начинается в школе». Подробностью Татьяна Щукиной. Международный день толерантности отмечается недавно, с 1995 года. Но сегодня этому понятию уделяется большое значение. Ведь в настоящее время важно понимать, что все люди по своей природе различны, но равны в правах и достоинствах. Об этом необходимо говорить, начиная с детства. В третьей школе состоялось внеклассное мероприятие, посвященное вопросам толерантности. На нем присутствовали инспектор ОГИ БДД и сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Состоялось мероприятие при поддержке уполномоченного по правам ребенка в Лобинском районе. Сейчас на территории нашего района и вообще края проводится правовой месячник. Но он у нас уже начался с конца октября и практически до 10 декабря будет, до дня подписания декларации. И вот в рамках этого месячника образовательные организации района нашего проводят не только правовые мероприятия с детьми, но в том числе это и родительские собрания и встречи с родительской общественностью, это и педагогические советы на правовые темы, потому что мы все участники образовательного процесса. Поэтому нам всем очень важно понимать и действительно уважать мнения и взгляды друг друга. И делали мы, конечно, акцент все-таки на школьное сообщество. Для нас сейчас очень важно, чтобы ребенок, который посещает образовательную организацию, умел выстраивать отношения со своими ровесниками, со всеми участниками учебного процесса, и с педагогами, и с детками постарше, помладше своего возраста, именно без конфликтной ситуации. То есть уметь грамотно, терпеливо выходить из конфликта, потому что часто очень у нас сейчас в школах случаются конфликтные ситуации, которые потом заходят настолько глубоко и далеко, что уже привлекаются и подразделения по делам несовершеннолетних. А, например, мне, как уполномоченному, очень бы не хотелось, чтобы наши дети из-за конфликтных ситуаций попадали на разные виды учета. Девизом необычного урока стало выражение знаменитого английского драматурга Бернарда Шоу. Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только одного – научиться жить на земле, как люди. В начале мероприятия ребята поприветствовали друг друга и гостей так, как это делают люди в разных странах. Ведь в России, Японии, Тибете, Новой Зеландии, Конго и других государствах делают это совершенно по-разному. Но внешние отличия не должны быть преградой для общения и взаимопонимания. Ребята рассмотрели понятие толерантность и ему противоположная – интолерантность. Попробовали поставить себя на место человека, который оказался чужим среди своих. Ведь таких ситуаций в реальной жизни очень много, в том числе и в школьной среде. К сожалению, случаи всегда в детском коллективе могут быть разные. Кто-то более мягко относится к ситуациям, кто-то, наоборот, слишком все воспринимает в штуки. Но мы работаем над тем, чтобы дети в нашем коллективе школьном умели и учились разговаривать между собой. Естественно, через разговор находить компромисс. Гостья внеклассного мероприятия, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Елена Семыкина обратила внимание, что о толерантности не мешало бы вспоминать, находясь за рулем автомобиля. Многие сложные ситуации на дороге случаются по вине излишне нетерпеливых водителей. В нашем мире очень много агрессии. И эта агрессия и в интернете, и в школе между вами возникают какие-то взаимно непонятные, неприязненные отношения. И я, как инспектор ГАИ, прежде всего хочу сказать, какая агрессия на дорогах у нас. Вот сейчас вводится понятие агрессивное вождение. Это тоже о чем говорит. Это нетолерантные люди. Это интолерантные люди, которые пытаются, имея какие-то там свои личные способы, унизить путем неправильного вождения других. Создавая аварийные ситуации и порой именно вызывая эти дорожно-транспортные происшествия. А инспектор отдела по делам несовершеннолетних напомнила школьникам, что агрессивное поведение по отношению к сверстникам нередко является причиной обращения в полицию и постановки школьника на учет со всеми отрицательными последствиями. Семиклассники в течение всего урока были очень активны и уяснили главное, что отношения с окружающими необходимо строить на уважении. Я сделала определенные выводы, что толерантность очень полезное качество для всех людей. Я, конечно, очень искренне верю, что все в будущем такими станут и я лично буду всегда соблюдать для себя такое правило. Толерантность это очень хорошее явление и всегда надо, не знаю, положительно к этому относиться. Потому что если не будет толерантности, то какое же это уважение, какое общество получится. Счастливое общество это толерантное общество. Общество, где уважают вкусы, мнения, интересы других людей, других членов общества. Не толерантное общество никогда не станет счастливым и крепким обществом. Тяжело найти общий язык, когда ваши взгляды, ваши мнения отличаются. Но нужно стараться это делать. Татьяна Щукина, Георгий Сопов, телекомпания ЛАБА. Окнопарк, партнер выпуска новостей. Теперь компания проводит розыгрыш ценных подарков. Это все новости. А сразу после рекламы смотрите прогноз погоды с Ириной Берековой. Всего доброго. До свидания. Закажи окно и выиграй телевизор и другие подарки. Окнопарк, Лабинск, Международная 53. Телефон 8-918-354-58-48.